А далее новость, которой можно гордиться даже спустя время. Гимн Казахстана в декабре звучал на Бали. В Индонезии завершилось первенство планеты по киберспорту. Казахстанской сборной этот турнир принес первый чемпионский титул мирового уровня. На острове собрались команды из 106 стран мира. Программа состязаний включала 6 дисциплин. Общий призовой фонд составил 500 тысяч долларов. Казахстанскую сборную представляли на Бали 4 спортсмена. Дамир Амаров, Бакиджан Елменбет, Даниях Канагбай и Арман Чемани. По итогам 15 матчей они набрали 193 очка и стали абсолютными чемпионами мира в новой дисциплине. За победу в престижном турнире спортсмены получили 10% призового фонда. 50 тысяч долларов или 23 миллиона тенге. Поздравляем, ребят. Тенге стал еще на шаг ближе к цифровизации. В Национальном банке Казахстана рассказали о судьбе нового формата денег. Регулятор протестировал платформу цифрового тенге с реальными потребителями и торгово-сервисными предприятиями. Совместно они опробовали весь жизненный цикл электронной валюты. Эксперимент признали успешным. Он позволил нацбанку сделать вывод, что внедрение цифрового тенге не несет дополнительных рисков для финансовой стабильности страны. Опрос, проведенный регулятором, показал, что 60% респондентов готовы к использованию цифрового тенге. В нацбанке уже прорабатывают вопрос законодательного регулирования нового формата валюты и обсуждают подходы к дальнейшему развитию экосистемы цифрового тенге. Чего не сделаешь ради комфорта. Англичанин три года строил тоннель под собственным домом. И все ради того, чтобы не мокнуть по дороге в сарай. Надевать резиновые сапоги и брать с собой зонт каждый раз, когда идет дождь, показалось Колину Фурзе слишком просто. И он нашел другой выход – выкопать 12-метровый подземный ход, чтобы точно оставаться сухим в любую погоду. Тоннель получился довольно просторным – почти полтора метра в ширину и два в высоту. Чтобы не тревожить соседей, мужчина работал исключительно лопатой. И только тогда, когда их не было дома, в результате процесс занял целых три года. Результатом своих трудов 43-летний изобретатель остался доволен и сейчас возит на экскурсии по тоннелю всех своих гостей. Также на участке Фурзе есть подземный бункер с генератором, кухней и полным складом припасов. Там можно посмотреть телевизор и играть в приставку. По словам британца, дальше он намерен построить подземную сеть, по которой можно будет добраться до дома, сарая и бункера. Необычные изобретения уже принесли Колину Фурзе мировую славу и запись в книге рекордов Гиннесса. Едем далее и понимаем, что нет ничего ценнее, чем подарок, сделанный собственными руками. Особенно если этот подарок – настоящий автомобиль. Ну, пусть и деревянный. Необычный презент на первый день рождения дочери преподнес рукодельный вьетнамец. Он выстругал для малышки мини-спорткар. Весь процесс создания мужчина запечатлел на видео и выложил в сеть. Ролик уже облетел интернет, собирая множество восторженных комментариев. Машина полностью функциональна. Пусть ее корпус выполнен из дерева, но внутри настоящий движок. В салоне есть современная передняя панель. Двери и капот открываются автоматически. Узкие фары тоже в наличии и исправно работают. Над созданием мини-копии Ауди мужчина трудился 75 дней. Именинница уже протестировала свой подарок и, судя по всему, осталась довольна. Американская студия Warner Brothers Entertainment приступила к работе над второй частью Джокера. Начало съемок долгожданного сиквела подтвердил режиссер нашумевшей картины Тодд Филлипс. Он опубликовал в сети один из первых кадров со съемочной площадки. По предварительным данным, центральной локацией сиквела станет клиника Аркхем. Остальные подробности на данный момент не раскрываются. Вместе с неподражаемым Хоакином Фениксом в продолжении Джокера снимется Леди Гага. За роль Харли Квинн артистка получит гонорар в размере 10 миллионов долларов. В звездном составе сиквела будет еще один именитый актер-ирландец Брэндон Глисон. Какая роль достанется звезде фильма «Залечь на дно в брюге» пока неизвестно. Премьера фильма запланирована на 4 октября 2024 года. Следующая новость о том, что благими намерениями вымощена дорога в учебу. Родители устроили юному геймеру настоящий подлог. Но все это ради его блага. Китайская пара заплатила киберспортсмену за то, что тот обыграл их сына и пошатнул его уверенность в собственных силах. Сеанс игры длился 5 часов. Каждый час обошелся любящим родителям в 7 долларов. В итоге сын заказчиков потерпел сокрушительное поражение. Родители признаются, что пошли на такой шаг от отчаяния. До 4 класса их мальчик был образцовым учеником и послушным сыном, но потом увлекся видеоиграми. Взрослые никак не могли на него повлиять, вот и решили прибегнуть к такому необычному способу. Задумка удалась. После проигрыша мальчик действительно потерял интерес к играм и сосредоточился на учебе. Вот такая хитрость во благо.